Итак, сегодня продолжаем с нашей темой о славянах в Панонии. Кто из вас еще не посмотрел предыдущее зриво, то попрошу это сделать сейчас, чтобы вы понимали, о чем я буду сегодня рассказывать, и чтобы я слишком много не повторял себя. Хочется в отдельности поблагодарить каждого, кто поддерживает нас на Патреоне. Это Артем Пустовит, Надежда Амирова, Тимур Тимофеев, Григорий Демченко, Неделько Сушняра, Константин Джорджевич и Петер Ильич. Спасибо вам огромное, что нас поддерживаете, и что то, что мы делаем, для вас чем-то является ценным и полезным. Если кто-то из новых зрителей тоже хочет нас поддержать, может перейти на Патреон по ссылке, и может нас как-то и финансово поддержать, чтобы у нас было больше времени выделить именно на снимание, записывание нового содержания. Спасибо большое. А теперь к теме. В прошлый раз мы рассказывали о славянской истории, о доле славян в Панонии, исходя из франкских источников «Анализ регни франкорум», «Анализ фунденсис», «Конверзио багвайорум эт карантанорум». И мы рассказали то, что происходило примерно до начала IX века, до Великого Восстания Людивита, так называемого, Пасавского. И тут я упоминал, что франки после того, как победили Авар, Аварский хаганат, на своем восточном пограничье создали ряд маленьких полузависимых княжеств, как буферную зону между Франкской империей и Византийской или Восточно-Римской империей. И время от времени славянские князья в этих буферных зонах вставали, потому что они тоже не хотели просто быть буферной зоной между кем-то, а хотели вести полностью независимую политику. Один из таких князей был Людовит Пасавский, чье восстание провалилось. Второй был на Мораве, на территории современной Чехии, Словакии, Маймир I. Ему повезло, и получилось создать Моравское княжество. Но потом опять успехи были переменные, и там, конечно, доля, ну так условно скажем, автономии по отношению к Франкам, она менялась постоянно. То есть были времена, когда они были более независимыми, были времена, когда они были менее независимыми. И это время, время, когда начинает зарождаться большое славянское государство, которое в источниках называлось как Моравское, то есть Великоморавское государство. Так его называл Константин Багринародный, например, в X веке. Но само название было все-таки Славянское королевство, или на латыни Regnum Sclavorum, королевство славян. И это первый такой известный пример, королевство, которое именно славянское имя использовало, как свою, как это сказать, как свою политическую программу. И как раз это Моравское княжество, согласно словацкому ученому и моему научному руководителю, профессору Мартину, профессору-доктору Мартину Гомзе, именно это Моравское княжество, или Моравское королевство, было то, которое в истории славян было настолько значительное, что все славяне, или большинство славян, пытались как-то имитировать именно это государство, и тоже себя называли просто королями славян, или королями Славинии. Вместо того, чтобы называть себя, допустим, королями Польши, или королями Руси, или королями Хорватии. Но вернемся немножко к франкским источникам. В прошлом зриве я рассказал о том, что в них очень часто, когда говорится о славянах в Панонии, не упоминается рядом никакое другое название. То есть славяне в Панонии это просто славяне, то есть это просто склави, или склави. За то время, как другие славяне, которые упоминаются в тех же источниках, от тех же авторов, там всегда есть какое-то объяснение. То есть Бегеми, Куи Ди Кунтур, или, да, Куи Ди Кунтур Бегеми, потом склави, Куи Ди Кунтур Кварантаны, конкретно обращение баварцев и карантанцев, ну и в других источниках. Ну, в общем, всегда там есть объяснение, что это за славяне, откуда именно они. Панонские славяне регулярно, просто славяне, славяне, славяне. Это мы выделили и на примере Людивита, который в другом франкском источнике в жизни Людивита, Людвика, Вита Глодовики, тоже упомянут просто как князь славян. Дальше мы узнаем из франкских источников, что около 830 года была очередная война, можно так назвать, в пространстве Панонии, и что вверх по реке Драве пришли болгари, болгари, которые победили славянских князей того пространства, и которые на тот момент, как кажется, были подчинены франкам. И болгари дали власть другим князям, тоже славянским. И один из таких князей это Ратемир. Это опять приближаемся к теме имен на мир, именно в Панонском пространстве. Так что видим этот образец, что часто появляются именно люди с такими именами. И не исключено, то есть я не исключаю возможность, что этот Ратемир является каким-то потомком того воиномира, о котором мы слушали в предыдущем зреле. Потом у нас в франкских аналог, точнее в фульденских аналогах, аналог из фульды, говорится о каких-то славянах, которые вместе с болгарами пришли на царский двор к франкскому царю. В 845 и в 852 году. Я предполагаю, что эти славяне тоже могут быть испанонией, то есть это никак не можем исключить. Ну, во-первых, потому что, как я уже говорил, эти славяне просто описаны, упоминаются как славяне. И они упоминаются еще в контексте с болгарами. Другие славяне, которые тоже называются только славяне, географически умещаются на территорию Норика и Альп. Это современная Восточная Австрия, Юго-Восточная Австрия, частично Словения, частично Италия, если посмотреть на карте. Это тоже носители славянского имени. И так, пока на севере в Моравии укрепляются маймировцы, немножко южнее, в Паноне, около озера Балатон, туда прибывает один нитрианский князь, тоже как славянин, который, видимо, пришел в какой-то конфликт с маймировцами. И этот Прибина вместе со своим сыном Коцлем сначала бежит к болгарам, от болгар потом бежит к Ратимиру. Потом франкские войска идут на Ратимира, он убегает от них куда-то на юг от Савы, поэтому предполагается, что он как раз княжил на территории между Дравой и Савой, то есть современной северной Хорватией. А Прибина возвращается на франкские территории, в Нижнюю Панонию, в город Блатноград, который был возле Балатона, который находился на территории современного поселка, можем так сказать, Залавар, Залский город в Западной Венгрии. И там он обратился, стал христианином, стал строить храмы и стал укреплять свое господство в Панонии. За все это время на севере, в Моравии, возрастает сила Моравского славянского королевства под Ростиславом, или для нас православных, по крайней мере, святым Ростиславом Моравским, который писал византийскому императору, чтобы он им прислал учителей, которые бы поучили его людей в вере, в славянской вере. И тут у нас самый главный источник это жизни святых Кирилла и Мефодия. И именно из них мы впервые вообще в целом славянском мире узнаем именно на славянском языке, что славяне сами себя называют как славяне, то есть мы славяне. Язык свой называют славянецико-янзыку. Потом упоминаются там обычаи славянецкие. Там упоминается и панония князя Котселя. И тут что-то очень важное. Только о нем, только о князе Котселе, авторе святых, авторе житий святых Кирилла и Мефодия, а также и повесть временных лет, только о нем говорят, что он очень сильно возлюбил славянские книги, славянские буквы, то есть глаголицу, сам ее выучил и еще дал святым Кириллу и Мефодию до 50 учеников, чтобы они выучили этот литературный уже славянский язык, первый литературный славянский язык. И это, конечно, о чем-то говорит. Ни святой Ростислав, ни святополк не описаны таким способом. И тут опять же видим какую-то привязанность потом славянского имени именно к Панонии. О том, что происходило южнее реки Дравы в то время, мы не знаем практически ничего, но что-то должно было происходить, должна была быть какая-то организация, какая-то группа людей, которая являлась носителями этой славянской идентичности и которая ее передала, конечно, следующим поколениям. Потом приходим к 883 году, когда сила святополка еще больше возрастает, и когда потихоньку святополк присоединяет к себе сначала северние части Панонии, то есть верхнюю Панонию, а потом, что касается южных частей Панонии, и даже что касается тех южных частей, которые находятся на территории между Дравой и Савой, тут ученые спорят, нет пока никакого согласия, и не совсем известно, докуда распространялась власть святополка. Но тоже в контексте всех этих событий видим, что славянская идентичность там укрепляется. Итак, потихоньку приходим к концу IX века, когда дела на этой территории становятся еще более сложными, потому что в конце IX века в Панонский бассейн, в Панонскую низменность приходит новый народ, степной народ, мадяры или еще лучше сказать угры, угорцы, угры, союз племен угорского и тюркского происхождения. И это очень сильно меняет этническую народную картину на территории Панонии. Арнольф Коринтийский, который на тот момент правил восточными частями Франкской империи, тогда всю власть передал в руки нового славянского князя, который по происхождению был из территории между Савой и Дравой, и дал ему власть еще с северней реки Дравы, то есть там, где до него правил Коцель. Но тут уже было все довольно поздно. Мы не знаем точно, что случилось с Браславом, но то, что можем предполагать, это, что венгирские орды очень быстро разбили государственную структуру на этой территории. Ну, так как кажется, отчасти хотя бы разбили, а с частью венгры потом соединились, потому что эти венгры или угорцы, они задержали часть из славянских традиций. И это даже до такой сильной степени, что если посмотрим на титулятуру первого венгерского короля Стефана Святого или Иштвана Святого, он тоже был обозначен как Рекс Паноньорум, то есть, или Рекс Панонья, не помню сейчас точно. Ну, то есть, он панонский король, панонский князь. И еще один важный факт, который я тут забыл упомянуть. Очень важный год для развития, для развития, для укрепления славянской античности это 885 год. Что тогда произошло? Тогда на Мораве умер святой Мефодий. После него святополк и немецкие священники из Моравского княжества выгнали учеников святого Мефодия. И ученики бежали кто куда мог, каких-то даже продали в рабство. Потом они закончили в Венеции, где их выкупили византийцы и таким образом перевезли обратно. некоторые из этих людей убежали на территорию Польши. Некоторые убежали на территорию Киевской Руси. И некоторые убежали на юг к хорватам и к болгарам. Как раз святой Климент и святой Наум, которые впоследствии потом основали школу в Охриде, что был, можем так сказать, условно немножко первый славянский университет. И мы знаем, что там училось очень много славянских учеников. Около трех тысяч. Около трех тысяч. И как раз славянская идентичность укреплялась среди этих монахов, ну и не только монахов, других, которые бежали с пространства Великой Моравии. Но монахи тут важны как носители письменной традиции. Как те, кто писал, кто сохранял память именно письменным путем, благодаря кому она пришла до нас. И так после мы читаем уже в 12 веке, уже в повести временных лет, есть эта часть Моравская или Панонская, которая показывает как раз узкую связь с Панонией, и которая в Панонии видит прародину славян. Потому что именно там впервые так сказать процветало, или как бы это описать по-русски, там зародилась славянская такая письменная культура и политическая культура. И в таком смысле может быть можно говорить, да, что именно Панония это прародина славян. Но прародина не в таком смысле, что славяне испокон веков там жили, а просто, что славяне, когда жили там с 6 по 9, особенно 9 век, этот период был для них очень значительен в конечном итоге и для нас. И это еще не все. Мы, конечно, такую идею о Панонии как матери славян видим у всех северных славян. Это сохранилось в польской летописной традиции. Об этом говорит Ян Дугош, хотя если я правильно помню, если не ошибаюсь, он как раз критикует эту теорию и говорит, что невозможно, чтобы из такого маленького ареала произошел такой великий народ, который населил все пространство Польши, России, Руси. Ну, что это просто невозможно. А до него еще, если смотрим польскую Кроникон Полонье Майорис, в которой сохранилась самая древняя версия о братах Чехи, Лехи и Руси, значит, с начала 13 века, там тоже еще Панония это родительница или прародина славянского народа. То же самое можно сказать и про некоторые чешские источники. Что тем временем происходит в Панонии? После того, как тут появились венгры, источники славянской идентичности на этом пространстве просто молчат. Как будто ничего не происходит. Но мы опять же тут знаем, что что-то должно было происходить, потому что славянская идентичность пережила все эти турбулентные времена и она не угасла на этом пространстве. И уже в в 11 или в 12 веке столетия венгерский король, угорский король Ладислав хвастается, что он завоевал почти всю Словонию. Это он говорит в контексте того, в контексте истории хорватов, ну, можем так сказать, в контексте истории хорватов, потому что после того, как в Хорватии умер король Дмитрий Звонимир, который был женат на Елене Красивой, Елене Лейпо. Она была сестра этого Ладислава и так как все мужские потомки у них умерли, она попросила помощи у своего брата, который, конечно, среагировал и сам направился к югу. И на тот момент он завоевал пространство между реками Дравой и Савой и вплоть до горы, которая называется Гвозд. Она находится, если посмотреть на карте Хорватии, мы говорим обычно в Хорватии, что она похожа на змея. И тут голова, это верхняя часть, потом тут крылышко маленькое и потом хвост снизу. Ну, и тут, где это как шея, это маленькая часть или подбородок там такой, тут как раз находится эта гора Гвозд. Ну, Ладислав это завоевал и похвастался, что он уже завоевал почти всю Словонию. Согласно моей теории, эта Словония была не только та между Савой и Дравой, а это относилось также и к восточной, ой, я правильно говорю? Нет, неправильно, к западной части современной Венгрии, то есть как раз тем территориям, которые в прошлом принадлежали князям Прибени и Коцлю. Да, и как подтверждение этому как раз можем использовать и иностранные документы. Фитмар из, это неправильно сейчас произнесу, Фитмар из Мессербурга Мерсель. В общем, германский историк Фитмар тоже упоминает о том, в 12, 13, 12 веке, упоминает о том, что и Панония это славянская земля. Вернее, он говорит, а если к славянам причислить еще Панонию, как это делают некоторые, и потом из этого делает вывод, что славяне там самый распространенный народ или что-то вроде этого. И дальше эта Панония играет очень важную роль практически на протяжении всего Средневековья во всем этом литературном дискурсе среди славян. Ну, и к чему мы пришли в конце? То есть Панония как прародина славян, ее невозможно рассматривать в абсолютном смысле. Якобы, что когда распадался или расходился эндоропейский народ, славяне сразу заселились на территории Панонии и потом оттуда же расселились и на славянский север, и на славянский юг. То есть не в таком смысле, а в смысле того, что происходило между шестым и девятым веком. Видимо, это время было очень значительным, потому что оно оставило свой отпечаток на истории всех славян. И да, мне, как историку, это очень интересно, особенно в свете того, что в современное время очень популярно говорить, что у славян нет ничего общего, что у нас даже история вся разная. Но когда начинаете раз исследовать и историю славянскую, и язык славянский, и славянские обычаи, и славянскую религию, вы находите со временем кучу, кучу, кучу таких сходств, которые не могут быть случайностью. Часто люди используют аргумент, что говорят, что у славян ничего общего нет, кроме языка. Но общий язык, он тоже что-то предполагает. Язык не может быть общим или похожим просто так. Всегда должна быть какая-то связь. И сходство языка может сохраняться в маленькой, относительно маленькой группе или на относительно маленьком пространстве. То есть если у славян был один язык когда-то, а согласно методам сравнительного славянского языкознания его получается восстановить, то это значит, что эти носители этих языков должны были когда-то жить вместе и были действительно одним народом. Это раз. И другое, когда видите, что еще в культе есть сходство, особенно в славянской топонимике, где очень часто видим священные треугольники славянские, где гора посвящена или чем-то напоминает названием или чем-то еще может другим напоминает Перуна. И потом у нас есть речка, которая как-то связана с Мокошью. И потом у нас есть с другой стороны обычно такая долина или болотистая местность, которая как-то связана с Велесом. Ну и это что-то, что мы находим на территории всего славянского мира. Ну ладно, это я уже удаляюсь, просто мне очень интересно все это с исследованием славян, и у меня не было так, знаете, что у меня была какая-то политическая мысль вначале, что там типа всех славян соединит, а я к этому приходил потихоньку, что мы один народ, чем больше этих сходств замечал, тем больше стал в этом убеждать себя. Ладно, давайте вернемся все-таки мы к нашей панонии. Еще хотел что-то сказать, чем-то дополнить весь этот рассказ про территорию между реками Дравой и Савой. Очень интересно то, что мы дальше узнаем там по 12 веке. После этого времени особенно эта территория еще довольно часто называется Славония, то есть упоминается прежде всего как топонин. Об этом говорит и Симеон Суздальский, по-моему, автор этого, который писал дневник путешествия на церковный собор в Базиле, если я не ошибаюсь, на Великий церковный собор, который был организован католической церковью. И на этом соборе часть православных соединилась с католиками и, в принципе, родилось первое греко-католичество, так можно сказать. Но и Изидор Киевский, митрополит, и Симеон Суздальский, они проходили как раз через территорию Хорватии. Они тоже называют эту страну Словонией. И говорят там о границе между Словенской землей и Угорской землей. И там упоминаются прям города, которые сегодня хорватские города, Веровитница, Куприевница и так далее. Но там тоже идентичность славянская вот в этом просторе. И дальше потом, если посмотреть XVI век, когда у нас есть первые сочинения, первые источники писаны на местном своем кайковском славянском языке, там уже тоже узнаем. Это кстати Декретум Ивана Пергушича и это Кроника Словенска Везда Знович исправлена, которую написал Антон Врамец. Это все XVI век. Это не то, что XVI, это уже конец XVI века. Из которых очень ясно видим, что на этом пространстве тоже сохранилась славянская идентичность и народ тут назывался словенами, словенцами, язык свой словенским и свою страну словеньей. Но это по-русски мы бы записали как словеньей. Просто у нас в южнославянских языках будет разница. Есть Словения и славяньи. И вот что тут интересно. Один такой момент. Этот изначальный или самый главный славянский этноним, он больше всего из всех славян сохранился именно вокруг этой панонии. есть задержали его словаки до сих пор, славянцы тоже до сих пор. И мы кайковцы у нас это было преобладающее имя, преобладающий этноним вплоть до XIX века, когда он начинает активно заменяться хорватским и до сих пор он заменен хорватским. Совсем тут не хочу никакого подтекста говорить, но просто это так. И что касается славянского этнонима, тут как бы эту тему начать. Смотрите, уже самые первые источники, которые говорят о славянах, то есть Ярдан и Прокопий, они говорят о том, что был когда-то какой-то великий народ, Ярдан называет его Венедами, а Прокопий называет его Спорами. И этот великий народ разделился потом на несколько ответвлений, ну, два, скажем, в нашем примере самых главных, это Склавени и Анти. И эти Склавени или славяне в узком смысле слова, или славяне, как по-латыни это говорится, славяне в узком смысле слова, тут как раз самым лучшим кандидатом для этих славян могут быть панонские славяне, то есть славяне, которые населили территорию этой Славонии. Тут не говорится о том, что эти другие люди не славяне, а просто о том, что именно панонские славяне были центром этой славянской идентичности, как название этого, как наш народ назывался до этого, но это дело вопросов, многих вопросов уже научных, что тоже, конечно, интересно, и даст бог, как-нибудь я этим займусь. Как вам это показалось занимательным? И что вы думаете о данной теме? Вы встречались уже с тем, что я сегодня говорил, или вы услышали об этом впервые? Свою реакцию обязательно в комментариях запишите. и я вам так скажу, я ютубом занимаюсь уже сколько сейчас? 6 лет где-то, но когда-то я занимался более активно, когда-то менее активно, то есть канал у меня 6 лет, но занимаюсь я им не так долго в принципе, и сейчас самое важное это даже не подписаться, хотя я вас приглашаю сделать и это, подписаться, нажать на колокольчик, чтобы вы всегда вовремя были уповещены, что у нас появилась новая зрива, а важнее этого, это ваши пальцы вверх и ваши комментарии, для всех тех, кто хочет помочь, конечно, чтобы зрива наша была успешной, и чтобы все больше и больше людей смотрело эти содержания и училось о нашем народе, без предрассудков и объективно. Так что на сегодня этом все. Если у вас еще есть какие-то волнующие вас вопросы или интересующие вас вопросы по теме славянства, славянской истории, пишите, никогда не знаете, на какой комментарий мы можем отреагировать очень положительно и записать для вас видео. Спасибо большое, на сегодня это все и увидимся в следующий раз. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok